Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители! В эфире Задонск ТВ. Смотрите сегодня. Дорогие земляки, жители Задонского района, разрешите в своём лице поздравить вас с предстоящим Днём Защитника Отечества 23 февраля. Пожелаю всем здоровья, благополучия, мирного неба над головой. Нет для мужчин, служивших в армии, лучше музыки, чем дембельский марш «Прощание славянки», который, между прочим, был посвящен нам, женщинам. Иногда кажется, что не инструмент извлекает звуки, рождает мелодию, а наоборот. Во всяком случае, есть вещи, ради которых и существуют все эти трубы, фаготы, барабаны. Я говорю о марше «Прощание славянки». Ни один другой так не подходит к духовому оркестру, так не роднится с ним, как этот. Так, вступление хорошее. Рьям, там, там, там. Чтобы надрый вон такой. И затем потише. Внимание. Свой знаменитый марш Василий Агапкин написал в 1912 году, когда служил штаб-трубачом в кавалерии. Шла война на Балканах. Россия пристально следила за событиями, сочувствовав братьям славянам. На обложке первого издания было написано «К событиям на Балканах». Но мало кто знает, что там была приписка, посвящается славянским женщинам. Агапкин, как бы, написал это произведение. Ну, может, в народе оно звучало. Ну, как композитор берет, это слова Глинки, берет мелодию из народа, да, и ранжирует его. Вот, и получается произведение, так сказать, известное, классическое. Ну, Агапкин, наверное, скорее всего, тоже воспользовался, потому что мелодия была... В народе раньше ее пели. Была это запрещенная песня такая. Ах, зачем нас забрили в солдаты? Ну, и так далее. Это исполняли ее, пели тайно, подпольно, рекруты, русские рекруты. Ну, а потом все это, понятно, почему запрещено, изобрели в солдаты, да еще. Наступает минута прощания, Ты глядишь мне тревожно в глаза, И ловлю я родное дыхание, А отдались все темнее гроза. В октябре 17-го возникнет новая Россия. Она возникнет на крови прежних героев и не поскользнется. Через все эти испытания прошла и славянка. Марш считался неблагонадежным и был под запретом. Новая власть расслышала в нем ностальгию по прошлой жизни. Эдакий белогвардейский мотивчик. Конечно, в советские времена славянку исполняли повсюду, но неофициально, если это слово вообще подходит к музыкальному произведению. В наших краях славянку играли под елецкую гармошку да балалай. Существует устойчивое мнение, что марш прозвучал в 41-м году в Москве во время знаменитого парада. Но это не так. Просто на том параде дирижировал оркестром Василий Иванович Агапкин. Вот и вышла путаница. Не звучал марш и на параде Победа в 45-м, где играл сводный тысячетрубный оркестр под управлением генерала Чернецкого, а помощником у главного дирижера был полковник Агапкин. Но это будет после, после долгих лет войны. А тогда, в первые дни, славянку исполняли на всех призывных пунктах. А чего бояться, когда завтра на фронт? И выходили за околицы русские женщины, славянки и квали земные поклоны уходящим на войну. Возвращайтесь живыми, сынки. Да хранит вас Господь. Он особо на слуху не был у нас тогда в армии. А в отдельных частях его исполняли. Исполняли любители, музыканты. Вот у нас был баянист, он хорошо играл. Его всегда просили этот марш. Впервые в советское время реабилитировал славянку фильм «Летят журавли». С этим маршем всегда стоял у нас у моряков-подводников оркестр духовой на пирсе, на корне пирса. Когда мы только чалки отдавали, как говорится, швартовые, отходили и всегда играл. До тех пор, пока мы узкость проходили, все играл этот марш. Но по большому счету у многих он вызывал, но в большей части, хотя мы и мужчины, все были налоги, а слезы. Марш прощения славянки – это кумир и хозяин строевого плаца. Ему так к лицу торжественное построение – это звонкая команда. К торжественному маршу оркестр славянку. Минуют эпохи, меняются поколения, но как бы ни корежили славянскую душу, в ней всегда найдется чистый уголок, который с нежностью примет звуки начищенных труб при первых же аккордах прощания славянки. КОНЕЦ